Знаете, что меня больше всего поразило? Рокстар Геймс утверждает, что GTA 6 не будет сильно отличаться от GTA 5. И я такой типа, чего? Чего, блядь? Рокстар говорит, что технологический прогресс между PlayStation 4 и 5 не так велик, чтобы создавать что-то принципиально новое. Но давайте копнем глубже. Давайте вспомним, что GTA 5 разрабатывалась для Xbox 360 и PlayStation 3. Консоли, которые вышли почти 20 лет назад. 20! А теперь представьте себе, что GTA 6 разрабатывается для PlayStation 5 и Xbox Series X. Бывший разработчик, кажется, забыл, что разница между PlayStation 3 и PlayStation 5 составляет целых 14 лет. За это время технологии реально шагнули далеко вперед. Но давайте не будем забывать, что GTA 5 уже выходила на консолях предыдущего поколения. И впечатляла графикой и физикой. А что нас ждет в GTA 6? Я думаю, что игра будет шикарна с визуальной точки зрения. Трейлеры уже показывают, что это будет одна из самых красивых игр, которые мы когда-либо видели. Улучшенная физика воды, реалистичный NPC, которые ведут себя как настоящие люди. Проработанный мир. И это только вершина айсберга. Но есть и другие изменения. Rockstar решили сократить количество главных героев с 3 до 2. Это немного странно, учитывая, что GTA 5 удачно показала, как можно сделать историю с несколькими персонажами интересной и захватывающей. Но если подумать, может быть это даже к лучшему. Меньше героев, больше внимания на проработку их характеров и взаимоотношений. Кто знает, может быть это даст нам возможность увидеть более глубокую историю, чем раньше. И вот что важно, бюджет игры составляет около 2 миллиардов долларов. Да-да, вы не ослышались, 2 миллиарда. Это не просто игра, это событие, которое не может разочаровать. Rockstar потратили на это огромные деньги. И у меня нет сомнений, что они постараются сделать игру, которая оставит нас в восторге. Так что, когда кто-то говорит, что GTA 6 не будет сильно отличаться от предыдущей игры, я просто не могу согласиться. Эта игра, безусловно, будет другой. А что думаете вы? Как вы считаете, Rockstar сможет ли нас удивить в новой GTA 6? Вы знаете, недавно я был поражен, когда мой друг написал мне, что есть бразильская версия GTA, и что если на нее побольше будет внимания, то типа это будет лучше, чем GTA 6. Я промолчал, и я не стал ему ничего говорить, потому что это полный бред. Ну какая бразильская GTA? GTA 6 и Rockstar, у которых 2 миллиарда долларов на эту игру, которые разрабатывают ее уже много-много лет. И, конечно же, какая вот пораженская GTA, ну что за бред? В общем, друзья мои, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, со всеми общаюсь, все, кто пишет, на связи.